В этом видео я расскажу, каким образом можно подключить к трансиверу дополнительное программное обеспечение, каким образом использовать аппаратный журнал. Смотрим. Программа Expert SDR2, при помощи которой происходит работа в эфире, работа с трансивером, имеет несколько интерфейсов управления и взаимодействия с внешними программами. Во-первых, так как трансивер имеет два независимых приемника, каждый из них имеет собственную CAD-систему. Если мы откроем настройки, я вот вывел на внешний дисплей, вы можете видеть, что меню CAD имеет две вкладки RX1 и RX2, то есть имеем две независимых CAD-системы, которые можно подключить к двум независимым аппаратным журналам. К примеру, в контестовых аппаратных журналах имеется режим SO2R, при помощи которого можно одновременно работать на двух диапазонах, или на одном диапазоне, допустим, в режиме RUN на CQ, а при помощи второго приемника, допустим, работаем с множителями, со станциями, которые представляют для нас множители, умножают наши HD. Рассмотрим сейчас пока простой режим, режим работы с одним приемником. Также, пока меню настроек открыто, хочу заметить, что трансивер имеет отдельную возможность управлять режимом передачи через отдельный порт. Также есть еще отдельный порт для управления передачей в режиме FOOT SWITCH. То есть программа, когда получает сигнал управления, она анализирует, откуда он пришел. Если 5T сигнал пришел через CAD-систему, значит программа в телефонном режиме автоматически будет использовать сигнал через виртуальный аудиокабель. Не с микрофона, который подключен сейчас, а через виртуальный аудиокабель. Допустим, это может быть голосовой макрос нашего режима, допустим, общего вызова, или какой-то ответ и так далее. Если сигнал 5T приходит от педали или кнопки тангенты микрофона, то трансивер перейдет на передачу и будет использовать сигнал микрофона. Именно сигнал микрофона. При этом виртуальный аудиокабель может быть сейчас включен, но сигнал с него не берется. 5T сигнал может взяться с педали, подключенной к задней панели, или, допустим, с педали, которая подключена к компорту. Допустим, через какую-то коробочку, которая производит блокировку педалей на разные трансиверы. К примеру, поле для деятельности здесь широкое, можно построить различные системы, которые как раз таки будут работать. Итак, приступим. Смотрите, у нас в системе предварительно при помощи программы COM0.COM созданы две пары COM-портов, COM3, COM4, COM5, COM6. Запоминаем и закрываем. В принципе, информация такая. Теперь видим, что в CAD-системе первого приемника у нас выбран COM3 с соответствующими настройками скорости, стоп-бит, дата-бит и так далее. В общем, настраиваем один раз, включаем и фактически забываем. Теперь используем утилиту Юрия Павлова, утилита для эксперта с DR2. Указано, что в порту 1 у нас используется эксперт SDR2, работающий через COM4. В COM3 и COM4, как мы помним, у нас пара COM-портов применяется. Вторая пара COM-портов, COM5 и COM6, применяется для связи с аппаратным журналом. Мы видим, что в порт B будет подключен логер ТНЦ2. В этой программе можно добавить название, чтобы не путаться потом с COM-портами. И говорим, что подключаем наш трансивер к логеру 32, используется COM-порт 5. А 6 ответная пара будет использоваться в аппаратном журнале. Также хочу заметить, что в порт C я указал управление внешним усилителем мощности. Допустим, у нас имеется внешний усилитель мощности с автоматическим управлением через КАК-систему трансивера. И мы хотим сигнал, информацию о частоте, о видной модуляции передавать в трансивер. Мы это будем делать через физический COM-порт, который находится на задней панели. Подключаем усилитель к задней панели к COM-порту и указываем в программе утилиты для эксперта СДР-2 использование COM-порта COM-1. И обзываем его также PA-COM-1. Все, наш так называемый COM-спайдер настроен, можно его свернуть и можно запустить наш аппаратный журнал. Хочу заметить, что данные настройки делаются один раз и впоследствии в автоматическом режиме запускаются, работают, в принципе не требуют дальнейшего внимания. Я на скорую руку организовал подключение аппаратного журнала. В течение буквально 15 минут произвел все настройки COM-портов, установил аппаратный журнал. Трансивер этот буквально сегодня достался мне в пользование. И сейчас я его использую как раз таки для демонстрации. Мы видим, что запущен аппаратный журнал Logger PC-2. Видим стандартные окна, таблица о проведенных КСО, о предыдущих КСО, таблица DX кодов, кластера, окно ввода позывных, информации о КСО, позывной, рапорт, имя, QTH. Ну, как, собственно говоря, это все происходит в обычных аппаратных журналах. Сверху у нас Greyline, карта с солнцем и, соответственно, показывает, где день, где ночь, где сумерки. Как мы можем наблюдать в настройках радио, указан COM-6. Это ответная пара COM-5, COM-6, которая нужна для связи логера с программой утилит для экспертов DR2. Установлена скорость 115-200. Для связи с трансивером MB1 используется Kenwood совместимый протокол ECAD версия 1. Этот протокол поддерживает работу с Kenwood протоколом и имеет свой набор команд, отличающихся уже от Kenwood. Но Kenwood, в принципе, стандартно работает. Указали, сохранили. Как мы можем видеть, настройка по частоте трансивера, изменение частоты, приводит к изменению текущей частоты в аппаратном журнале. Также, если мы переключим вид модуляции с SSB в AM, допустим, или DSB, мода отобразится AM. Если мы включим режим CW, мода отобразится CW. Вид модуляции CW. NFM, узкополосная CM, CM. То есть, мы можем наблюдать, что трансивер полностью синхронизируется с аппаратным журналом по частоте, по виду модуляции, по диапазону. И даже если мы изменим диапазон, допустим, в аппаратном журнале, к примеру, через Bandplan или кликнем по споту, то трансивер автоматически перейдет на нужную частоту, выберет нужный вид модуляции, и можно будет работать. Если вы заметили, то внешний монитор подключен к моноблоку, как я уже говорил. Логер запущен из-под моноблока, то есть в компьютере, который установлен внутри MB1. И у нас нет необходимости использовать внешний компьютер, внешний системный блок для работы с нашими привычными программами. Аппаратными журналами, другими программами. Допустим, можно подключить жесткий диск, можно подключить флеш-карту, интернет. И работать с трансивера, как с привычным компьютером рабочим, без дополнительных затрат. Эта беспроводная мышь подключена к моноблоку, при помощи нее я управляю трансивером. Также можно подключить клавиатуру, можно подключить к другому периферию. И работать полнодостаточно, без дополнительных интерфейсов. Хочу заострить внимание на особенности. Соединение между программой аппаратного журнала и трансивером полностью виртуальное. То есть не применяются интерфейсы связи между компьютером и трансивером, как это в обычной классике происходит, в классической технике. Нет проводов, нет дополнительных наводок. Соответственно, мы убираем одно звено из цепочки при работе большой мощностью. Наводится просто не на что проводов, подключенных к трансиверам, дополнительных нет интерфейсов. Поэтому надежность системы увеличивается, ввиду того, что аппаратная часть, она отсутствует. На этом все. В следующем видео я расскажу, как пользоваться органами управления трансивера. Более подробно. Расскажу о магнитофоне. Расскажу о ДСП функциях. Расскажу так же, как работать с панелью изменения частоты в ФОБ. То, что я не упомянул в предыдущем видео. Ну, в принципе, смотрите. Следующее видео будет интересно. Спасибо.